Подробности взрыва в пункте обмена валют в Херсоне. Две недели назад, во время неудачной попытки ограбления, в здании прогремел взрыв, налетчик погиб. А вот при чем здесь террористы ДНР, расскажет Кирилл Ющишин. В тот день в Херсоне почти одновременно прогремело два взрыва. Первый на тротуаре возле обменного пункта, второй внутри. Начали люди кричать, бегать, скажем, мы не могли понять, что случилось. Повезло, что просто нашлись еще люди такие, которые, можно сказать, хорошие, они начали перекрывать просто здесь проход. Перед вторым взрывом в обменник зашел мужчина, угрожая бомбой, закрепленный на рюкзаке, потребовал выдать всю наличность. Но кассиры вовремя сориентировались и успели выскочить на улицу. Прогремел взрыв. Именно так развивались события. Но, как выяснилось позже, мужчина стал грабителем не по собственной воле. Накануне преступления его взяли в заложники. Я его захватил с помощью пистолета. Мы выехали на пустырь. Прождали там до утра. Утром я навесил на него взрывчатое устройство на управлении. И сказал, что ему нужно будет зайти и сказать, что у него на спине килограмм тротила, чтобы они давали все деньги. Террористом со взрывчаткой за спиной оказался моряк, который только недавно вернулся из рейса. А его захватчиком житель Херсона. Как только моряк зашел внутрь помещения обменника, он сразу же попросил всех людей выйти. Но к бомбе был прикреплен мобильный телефон. И организатор преступления все слышал. Дальше он просто нажал кнопку и подорвал моряка. Прытался сбежать в Донецкую область, но не удалось. На одном из блокпостов злоумышленника задержали. Ему 28 лет. Один из его родственников проходит службу в ДНР, который предоставил ему схему взрывного устройства. Организатора преступления ждет суд. А вот моряк, которого изначально подозревали в нападении, на самом деле спас людей от гибели. Кирилл Ющишин, Багран Иванов. Подробности в телеканал Интер. Херсон.